МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Полистать страницы живого журнала собрались учащиеся 4-й школы, педагоги и почетные гости. Чему был посвящен очередной выпуск этого необычного издания? И что нового узнали ребята, смотрите в нашем сюжете. Творческая группа «Ковчежец» была создана в 4-й школе еще в 2006 году. Сейчас работает уже второй состав, включающий учеников 5-х, 8-х классов. В этой четверти был разработан и начал реализовываться очередной проект – «Неделя России». «Ковчежец» обратился к ученикам всех классов школы с просьбой выпустить информационный листок об одном из городов России для создания виртуальной карты. Ребята подготовили 38 листков, которые оформили в тематическую выставку «Вместе мы Россия». Ее посетили 22 класса. «Неделя России» завершилась праздником «Это все Россия», прошедшим в форме живого журнала. Листая страничку за страничкой, ребятам предложили задуматься над вопросами. Что для каждого из нас – наша Россия? Забыли мы свои корни или нет? Какой след каждый из нас оставит в истории страны? Странички журнала включали разные темы. На краю чужого гнезда – о тех русских людях, кто в силу разных обстоятельств покинул Россию и всю жизнь тосковал по ней. Государственная страничка напомнила о флаге, гербе и гимне России. Вспомнили и малую родину, поговорив об отчим доме. В песнях звучала душа России. «Любовь бывает разная. Любовь к матери, любовь к природе, любовь к музыке. А самая огромная любовь – это любовь к нашей родине, России. Я лечу над Россией, словно в сказочном свете». На ярмарочной странице ребята встретились с танцами – русскими и татарским. Слушали стихи о родине на армянском языке. Знакомились с изделиями народных промыслов России. Последняя страничка журнала называлась «Мы разные, и в этом наше счастье. Мы вместе, и этим мы сильны». Руководитель группы «Ковчежец» Наталья Цыбанова считает, что в подобных проектах проявляется творчество ребят, ответственность за общественно значимое дело. В российских школах с 1 по 11 классы может появиться обязательный предмет «Православная культура». На прошлой неделе Российская Академия образования, не афишируя, запустила процесс заочного голосования по этому проекту. Если поддержат, школы получат федеральные методические рекомендации по изучению православной культуры. В Смоленской области зарегистрирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди взрослого населения эпид-порог превышен на 16%. В основном медиков беспокоит рост заболеваемости среди школьников. Он составляет более 28%. В 12 школах региона дети целыми классами ушли на карантин. В городе уже чувствуется предновогодняя атмосфера. Возле информационного центра Смоленской АЭС полным ходом идет установка красавицы ели. А магазины встречают посетителей яркой иллюминацией и праздничным убранством. Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Как правильно установить в помещении новогоднюю ель, напомнил главный государственный инспектор города Десногорска по пожарному надзору Виктор Комаров. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стены потолков. Прещается применять перетехнические изделия, дуговой прожектор, а также открытый огонь и свечи. Украшать елку марлей и ватой, непропитанными огнезащитными составами. Проводить перед началом или во время представления огневые покрасочные другие пожароопасные и взрыво-пожароопасные работы. Мероприятие с массовым пребыванием людей по правилам пожарной безопасности разрешается проводить только на первом и вторых этажах зданий. Вся ответственность за мероприятие и происходящее на нем ложится на руководителя организации. Главное управление МЧС России по Смоленской области 9 декабря проведет прямую линию по вопросам противодействия коррупции в системе МЧС России. Все желающие смогут направить свои вопросы на адрес электронной почты или напрямую задать специалистам с 12 до 14.00. Адрес почты и номера телефонов вы видите на экране своих телевизоров. МЧС России теперь оповещает о чрезвычайных ситуациях через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» в режиме реального времени. Таким образом, ведомство внедряет современный формат информирования и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Если вам еще не исполнилось 16 лет, то приобрести пиротехнические изделия вы можете только вместе со взрослыми. В предпраздничные дни продажу пиротехники будут контролировать правоохранительные органы. А сейчас криминальные новости. Наркотики в больших объемах хранил в своей квартире 26-летний безработный из Ярцевского района. Все подробности в нашем сюжете. В ходе обыска сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили полиэтиленовый пакет с упаковками в фольге для разового потребления. Внутри каждой находилась высушенная растительная масса. Также был найден пакет с мерным коробком, наполненный идентичным веществом растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы, изъятая является марихуанной массой более 350 грамм. Задержанный рассказал, что культивировал дикорастущую коноплю в лесном массиве, а впоследствии подготовил ее для собственного потребления и продажи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В Смоленске мошенники обманули пенсионерку на 4 990 рублей, продав ей детектор загрязнения воздуха, убедив ее, что такие приборы теперь обязательны. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. По данному факту ведется следствие. В Смоленске в канун Международного дня борьбы с коррупцией сотрудники ГИБДД провели акцию «Взяток не беру, взяток не даю». Инспекторы раздали водителям листовки памятки, в которых призвали сообщать на телефон доверия о неправомерных действиях сотрудников госавтоинспекции и фактах коррупции. В преддверии новогодних праздников и каникул сотрудники Десногорской полиции напомнили детям, как вести себя с незнакомыми людьми. Старший инспектор ПДН Светлана Романова уже много лет дружит с первой школой и частый гость в ее стенах. 8 декабря она пришла в гости к ребятам, посещающим группу продленного дня, для того, чтобы напомнить правила поведения. Светлана Вячеславовна провела для школьников познавательную беседу, в которой они узнали много нового и вспомнили о том, о чем уже много раз им рассказывали. После занятия с инспектором ребята получили памятки, которые в течение каникул будут напоминать им об этой встрече. К другим новостям. По данным Смолстата на территории региона, инфляция за 11 месяцев этого года составила 4,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8%. На непродовольственные товары и услуги на 5,7%. Также выросла стоимость и моторного топлива. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова